Здравствуйте, друзья! Поступил вопрос, такой говорит, расскажите про 57-ю школу. А я, собственно, упоминал неоднократно, что я там учился когда-то, это физико-математическая школа в Москве. И давно дело было, представьте себе, что если мне 60 лет, то когда это было? Я закончил школу в 73-м году. А поступил туда в 71-м в 9-й класс. Математически тогда набирали только в 9-й класс, учились 10 лет. Набирали в 9-й класс, в 9-й и 10-й. Потом уже стали набирать и 7-е, и 8-е, потом появились классы биологические. Сейчас, наверное, еще какие-то есть, я даже не знаю. Но, в общем, давно было дело. А сейчас вот интерес к 57-й школе какой-то такой, нездоровый, проснулся от того, что... Там какое-то дело сейчас возникло о том, что был педагог, который, значит, там вступал в отношения со школьницами. То есть с несовершеннолетними девочками. И что вообще само по себе, на самом деле, вот то, что называется там совращение несовершеннолетних, само по себе, как бы довольно тяжелое преступление. Но дело еще в том, что когда ты учитель, и ты как бы лицо особо доверенное, понимаете, это вот как бы усугубляет существенно ситуацию, в нравственном отношении, во всяком случае, я так это понимаю. Юридически не знаю, но вот, конечно, ничего симпатичного в этом нет. То, что такой резонанс это все приобрело, в частности, как раз, и определяется тем, что 57-я школа не была простой школой и не является сейчас простой школой. Потому что, я думаю, что такие ситуации, когда там учитель с учеником или там даже бывает, что учительница со старшеклассником, это бывает, это как бы... Ну, не то, чтобы это нормально, но, во всяком случае, такой невероятной общественной шумихи, резонанса, это бы не имело. Если бы 57-я школа не была бы не просто школой. Вот в этом все дело. И за последние там буквально пару недель, раза три или четыре, мне уже говорят, а, 57-я, это вот та самая. Я говорю, ну да, вот та самая, да. Значит, вдруг стала известная школа. Так раньше знали только тех, кто там учился, и, может быть, там их родственники, друзья, вот, знакомые, близкие. А теперь еще, значит, широкие массы узнали. Ну, и вот, говорят, расскажите. Ну, давайте я расскажу. Единственное, что я расскажу о том периоде времени, когда, ну, я там учился, а все-таки это было давно. Ну, и жизнь была такая совсем другая. Хотя, надо сказать, что вот, несмотря на, там, 40 с лишним лет с тех пор, я очень здорово все помню. И так запечатлелось очень сильно. Значит, что там было? Математические школы, физико-математические школы в Москве, и не только в Москве, но в основном в Москве, возникли гораздо раньше, чем 57-я школа. Была такая школа номер 2. У нее был статус физико-математической школы. То есть она не по факту была физико-математической, а по утвержденному там в органах народного образования, значит, по утвержденным каким-то там требованиям, документам и так далее. Ну, это было понятно. Это где-то, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться тоже, так, по памяти, но где-нибудь в начале 60-х она возникла. И это было как бы в русле движения страны, знаете, физики, ядерщики, там, не знаю, вот это вот такое направление. Нужно было создать какие-то условия для тех, кто потом будет вот там определять, ну, жизнь страны в этом направлении. Поэтому это не было противоречивым чем-то или там антирежимным. Абсолютно такого не было. Проблема второй школы состояла в том, что там, знаете, как всегда бывает, когда что-нибудь такое есть там, вот, и сразу прибежало много евреев. Вот, значит, во второй школе училось много евреев. Из второй школы, я не хочу сказать, что поголовно, но в значительной степени народ поступал на Мехмат МГУ, например. То есть, если вы учились в те годы на Мехмате МГУ, то вы должны были бы знать там очень-очень много людей из второй школы. То есть, там, действительно, такая кузница была. Но вот эта вот еврейская линия, она школу подвела, потому что, когда произошел очередной наезд вот в этом направлении, а наезд этот произошел тогда, когда советская власть разрешила, ну, какой-то вот выезд евреям. Ну, считалось, что это в Израиле, там, воссоединение с родственниками. Но, сейчас скажу, значит, обострение это случилось в 72-м году. Я как раз из 9-го класса перешел в 10-й, и вот уже в 10-й мы пришли, а там было много детей, которые из второй школы уходили, потому что ее разгромили там. Был очень известный человек, преподавал во второй школе, Севашинский его фамилия. Он писал книжки очень интересные, такие продвинутые по математике для школьников. Такой, как бы, легендарный был человек. И вот Севашинский уехал в Израиль, подал на выезд в Израиль, и несколько учеников там были, тоже с семьями уезжали. Как раз вот появилась возможность уехать, они уезжали. Надо сказать, что в то время очень многие люди, особенно в Москве, так скажем, старались уехать, чтобы было тихо и никому не навредить. То есть они, например, сначала увольнялись с работы. Там еще что получалось, что обычно, поскольку там дискриминация была такая при нами, то получалось так, что если уже брали евреев, то их там было много. Поэтому они старались уйти так, чтобы тем, кто там остается, не навредить. Но вот тут как-то так произошло, что, в общем, так потихонечку на них дело слепили. Это же партийные органы, там райком. Вот. Короче, вот слепили-то на них дело, они не без идейности, там, и так далее. Вот. Это как бы одна линия происходит. Вторая линия, это не школы, которые официально со статусом, знаете, по патчпорту физико-математически. Была еще в Москве одна 444-я. Она, конечно, не была такая мощная, как вторая, но тоже была неплохая школа. Собственно, меня туда тоже приняли, но поскольку меня приняли и в 57-ю, то я уже тогда пошел в 57-ю. Так вот, была некая сеть школ, и это было очень прикольно все, потому что, как бы это было государство в государстве. То есть, был человек инициативный. Наверное, там, может быть, там еще были, я не знаю, но вот я этого знаю, вот его звали Константинов Николай Николаевич, легендарный совершенно человек. И вот этот Николай Николаевич, он где-то был старшим научным сотрудником, где-то в институте экономики, я не скажу точно. У него было много, там, таких дней, где он из дома работал, библиотечный, я не знаю. В общем, такой достаточно свободного графика был человек. И он договаривался с разными школами о том, чтобы там сделать математические классы. То есть, не вся школа была математической, а вот классы. В частности, 57-я школа, она находится, если кто-то в Москве ориентируется немножко, это вот Пушкинский музей, если вы себе представляете. Вот, допустим, я смотрю с Волхонки на Пушкинский музей. Вот справа музей обходит улица Маршала Шапошника, какая-то маленькая, переулочек такой. Вот, и сразу направо. Вот сразу направо, если по левую руку будет стоять улица, будет стоять 57-я школа. Это называется улица Маркса Энгельса. Вот, и вот эта улица Маркса Энгельса, сейчас, может, ее по-другому называют, я не знаю. Воздвиженка, по-моему, что-то такое. Вот, это было в центре Москвы, коммуналки. И как-то потихонечку там население, я не хочу сказать, вымирало, но становилось все меньше и меньше детей, знаете, такого школьного возраста. Поэтому, что получалось, что они заинтересованы были в детях, а пусть даже из других каких-то, ну, районов города, потому что, вы знаете, система-то была такая, что из других районов ты у себя в районе учись. То есть, там дети ходили в школу по месту жительства. Поэтому уже сама эта вся история, она уже в некотором смысле была таким, может быть, не безумно серьезным, но неким нарушением правил. То есть, какие-то дети, неизвестно откуда, вот взяли, вот, ну, не суть. И вот, Николай Николаевич, он приходил там к начальству и договаривался, что вот создадут класс, а он приведет детей. Ну и, собственно, что? Но, там будут преподавать какие-то факультативно, факультативно, вы не можете программу школьную менять, но факультативно, там будут какие-то курсы, которые будут вести люди, вообще даже не школьные преподаватели, а вот будут там приходить студенты, аспиранты, там, может быть, ну, такие, как сам Николай Николаевич, там люди работающие, но у которых время есть и так далее. То есть, вот такой интересный сетап. То есть, как бы не формалы такие. И вот, 57-я школа была как раз вот одной из таких школ. Она не была первой. Была до этого школа номер 7. Потом, ну, она была там, на самом деле, достаточно удаленной. А вот 57-я в самом центре города, это очень удобно, чтобы дети могли ездить со всего города собираться. В тот год, когда я поступал, еще одна школа начала функционировать в этом плане. Номер 179. И 179-я школа находится, ну, вот, скажем так, там, проспект Маркса, там, в переулочках. Тоже очень центральное расположение. И мне как раз удобнее было именно туда. Хотя они очень близко друг от друга, на самом деле. Но мне как-то явно было туда удобнее. Но это был первый год. Но они начали, они захотели в 57-й школе сделать, чтобы был немецкий язык. Там не было, было только английский и французский. И хотелось немецкий язык. А я как раз изучал немецкий. И вот всех немцев, можно сказать, собрали в 57-ю школу. У нас там было человек 7 или 8 в этой немецкой группе. Приходила женщина раз в неделю. У нас два урока объединяли в один, сдвоенный. И вот, я не знаю там, чем кончился эксперимент с немецким языком, но вот так я попал в 57-ю школу. Там надо было собеседование пройти, конечно. То есть, не просто так. Но где-то я за хода там 3-4 ходил. И вот так оно и получилось. У меня старший брат есть, который учился на Мехмате МГУ. И он, попав на Мехмате МГУ, он вдруг увидел, что есть такая сеть этих школ. И он, ну, как-то вот, это привело его в такое состояние возбуждения такого радостного. Вот. И тут я как раз подрастал. И он сказал, все, значит, Миша, вот есть такое дело. Ну, а я что, пожалуйста, значит, что и вот. Значит, он меня отвел на первое собеседование. Мы с ним вместе поехали. То есть, он фактически определил мою дальнейшую судьбу. Вот. Мы с ним поехали. Он какие-то задачки со мной там даже разбирал. Вот. Там давали домашние задания. И нужно было решить сколько-то задачек. Вот я их там дома решал, решал, решал. Какие-то я даже знал. Вот. Из того, что там предлагали. Потому что мне брат предлагал до этого. Там какие-то задачки. Я знал, как они решаются. Поэтому прямо в первый же день что-то я там решил. Ну, в общем, так все было. И вот, получается, что в девятый класс я иду в эту 57-ю школу. А там, значит, эдакая, знаете, ну, я в хорошем смысле это сейчас говорю. Такая вот вакханалия, так сказать, неуважения к системе, государству, к социализму, ко всем этим делам. Значит, ну, не в грубой форме. Значит, одно из первых впечатлений, значит, мы приходим. У нас есть учитель физики. Совершенно потрясающе гениальный дядька. Звали его Владимир Владимирович Бронсман. Вот. И он говорит, значит, ребята, говорит он. Мы с вами изучаем физику. Это серьезная дисциплина. Учитывая, что механику вы проходили в восьмом классе и не знаете ее ни в зуб ногой, то мы в нарушение программы три месяца будем с вами изучать механику. А потом уже то, что там остается все остальное, что там было в девятом классе, мы потом догоним. Это не вопрос. Но вы не можете двигаться дальше, будучи там, где вы есть в отношении механики. И дальше началась такая, знаете, сложная жизнь. То есть физика была наиболее сильным ударом по голове в тот момент, насколько я припоминаю. Значит, нас с первого этого сентября мы все подписаны на журнал Квант. Вот. И такой математический журнал такой для детишек. Для школьников. Хороший такой, серьезный. Там что-то решаем, читаем, обсуждаем там и так далее. После уроков мы высыпаемся, значит, на улицу и прямо напротив метро нынешнего библиотека Ленина, на Волхонке, там на углу, был юношеский читальный зал библиотеки имени Ленина. Последнее время, когда я это видел, там был отдел НОТ. Вот. Но, короче, и вот мы движем туда, всем классом почти, и сидим, занимаемся. Там уже нас ждут книжки, которые заказаны там, и они там лежат. И, в общем, такая вот история. И занимаемся. И так вот домой приходишь, но вот так, чтобы раньше 11, например, можно было прекратить занятия и там пойти спать, это такого не было. Вот до 11 ты занимаешься. И это было, конечно, безумно сложно физически, и главное, что непривычно, если так прямо-то сказать. Так. Ну и у меня было такое ощущение, что я физически не выдержу, потому что, во-первых, это очень много занимаешься, во-вторых, это еще и доехать же надо. Ну вот у меня уходило на поездку в школу, ну если нечасто, близко к тому. Вот. А потом был такой момент, давайте я свет что-ли зажгу, так, чтобы светлее было. И потом был такой момент, Владимир Владимирович говорит, ребята, говорит он, вот сейчас вышел последний номер журнала Квант, и там 6 задачек по механике. И, в общем, идите домой, там у нас, наверное, в ящике уже лежит, и вот эти 6 задачек вы порешайте, и если вы в состоянии, там, ну хотя бы половину из них решить, то я считаю, что я вот не зря с вами эти там 3 месяца занимался. И вот я прихожу домой, дрожащими руками беру этот самый журнал, действительно он лежал в ящике, нахожу эти 6 задач, и сажусь уже как обреченный, что думаю, ну как вот, еще такое, знаете, он вступление сделал, вот, хотя бы половину решить. Ну, в общем, и неожиданно для себя решаю все 6, так, в течение, ну, может быть, там, минут 40, или там часа, я уже не помню, там, сколько времени заняло. И вот это вот ощущение такое, знаете, немое, такое, вот, и, да, дальше стало легче, дальше мы пообвыкли к этому, ко всему, и уже, ну, как-то вот это стало нормальным, это стало нормальным, хотя я думаю, что, конечно, это сильно сказалось на, ну, не знаю, там, на восприятии жизни, на интересах. Вот там смотришь, там какой-то вечер школьный, там собираются дети, и там даже девочки есть, и, в общем, и какие-то там типа танцы, но вот они стоят, там задачки обсуждают, знаете, вот такие странные дети были. Вот, так что, ну, на этом месте я с вами, значит, расстанусь, потому что мне нужно тут зайти в магазин и кое-что обменять. Вот, вот, прислали мне одну вещицу, она больше размером, чем мне нужно, а потом мы, значит, вернемся и продолжим. Мы возвращаемся к нашему повествованию. Единственное, что я по ходу дела, поскольку мне тут предстоит немножко покружиться, я буду, может быть, камеру так переворачивать с себя на дорогу, чтобы солнышко не било вам в экран. Значит, я говорил о том, что 57-я школа была таким апофеозом всяких нарушений и частной инициативы, которой, в общем-то, как бы в государстве не приветствовалось никак. Ну, вот, тем не менее, люди вот как-то так вот делали, договаривались, вот просто был инициативный человек, и пошло-поехало. Еще я хочу, чтобы вы понимали, что все это существовало только в той мере, в какой ничего не получилось, ничего не произошло, никакого негатива нету. Потому что, например, такая вещь, как там три месяца учить класс не по программе, а куда-то там в сторону, за это могли снять, например, с должности директора школы. За это могли там, я не знаю, как это подать, все можно, это можно из партии исключить, это можно очень серьезно пострадать. Надо сказать, что директор школы, как раз когда я пришел в девятый класс, у нее был последний год перед пенсией. Она всего очень боялась, очень боялась, чтобы, не дай бог, ничего не случилось, чтобы уже уйти на пенсию и вот спокойно уйти на пенсию. И, конечно, с таким народом, как у нас там учился, спокойно там мало чего удавалось, в частности, вот из-за конфликтов с физиком, ему пришлось уйти. Он со следующего года ушел в 179-ю школу, и там уже работал долго. Так что, такая вот была ситуация. Что там было? Там были походы. Дети ходили в походы. В походы их водили там студенты, аспиранты. Мы ходили вот на слеты вот этого КСП, клуба самодеятельной песни. И было время, когда слеты были закрыты, такие, как бы, опять это все было неофициально. Потом их как-то подгребли под комсомол, и уже там стало гораздо больше официальности. Там уже и военные с грузовичками там подъезжали, динамики ставили и так далее, там оборудовали. То есть уже это как-то вот стало так более официально. А так было довольно, ну, некоторое количество этих слетов было просто неофициальным. Люди собирались вот так, там, песни пели, барды там всякие и так далее. Что еще? Николай Николаевич договорился с руководством Беломорской биологической станции. Это у биологического факультета МГУ была такая станция на Белом море. И он договорился, что там будет стройотряд из школьников. Ну, там было несколько студентов с нами, вот, но в основном школьники. И все это было с точки зрения форм социалистического хозяйствования каким-то сплошным беспределом. Потому что денег нам не платили. Мы там были как бы неофициально. Мы были абсолютно такие подснежники такие, знаете. Вот. Было несколько студентов. На студентов выписывали какие-то деньги. Ну, то есть у Беломорской биологической станции был какой-то бюджет. Вот они на этот бюджет и выписывали. А так дальше, значит, вот мы приезжали на эти деньги, которые студентам там давали. Покупались билеты. Давайте я так попробую. Значит, покупались билеты. Нас там кормили в столовой. По-моему, даже нам что-то рублей по 15 даже выдавали. Я боюсь соврать. Ну, в общем, какое-то такое странное было в финансовом отношении мероприятие. У станции не было бюджета, а в то же время хотелось там чего-то построить, там отремонтировать и так далее. И вот так потихонечку, значит, там возводились какие-то объекты. Потом их уже задним частом оприходовали, ставили там на баланс и так далее. Это было еще потрясающее время. Я после 9 класса там был. Было очень жаркое лето, необычное для тех мест. Собственно, не только для тех. В Москве тогда под Москвой торфяники горели. Весь город был в дыму. Это было лето с 7-2 года. И там было очень сухо. И вот это болотные дела там как-то не были такие серьезные. И рыбку мы там половили, треску на вагу. В общем, плюс общение со студентами. Плюс вот это вот ощущение, что ты живешь в каком-то мире, который как бы на обочине такой. Понимаете, вот есть официоз. И вот где-то на обочине официоза есть что-то, что официозом не подхвачено. Вот есть какие-то люди, у них есть какая-то инициатива. И они что-то хорошее делают, не имея ни должности, ни звания, ни предписания, ни мандата никакого, ни от кого. А вот просто договорились и делают. Понимаете? Еще из нашего времени, вот, например, я вспоминаю Харлампиев, Анатолий Аркадьевич, создатель борьбы с самбо. У него не было квартиры. Я не знаю, что там у него получалось. Я не знаю его жилищную ситуацию. Но я знаю, что он хотел получить квартиру. Ну, где-то в центре города, там, желательно. И человек очень заслуженный, понимаете. И вот он в исполкоме, какой там район был, Ленинский. Ленинский район города Москвы, это самый центр. И ему сказали, ну, хорошо, давай вот ты будешь везти на каких-то там началах школу самбо Ленинского района города Москвы, а мы тебе через год, значит, дадим квартиру. И вот он пришел в 57-ю школу. Почему в 57-ю? Там было два спортзала. Ну, так получилось. Здание очень старое. Самостроение 57-й школы. Там когда-то был кадетский какой-то там корпус, я не знаю, что-то такое там учебное заведение. Давно. Это 1800-60-70 какого-то года здание. Очень старое. То есть, видимо, старейшее здание, где находились школы в Москве. Очень старое. И там почему-то было два спортзала. Вот ему один спортзал отдали. Мы все вместе сшили ковер такой плоский для этого дела. И, в общем, такой тоненький. И вот там мы годик у него прозанимались. Потом он получил свою квартиру. И ребятам, которые хотели продолжать, вот идете вот туда, вот там у меня, значит, вот туда переходим. Да, те, кто хочет заниматься. А в школе занятия закрылись. Но это не суть важна. Там уже 10 класс был. И у меня, например, как бы совсем было не до спорта, не до какого. Потому что уже надо было в институт готовиться. Там очень напряженно все было. Очень напряженно готовились. Но, по всякому случаю, вот такая фишечка прикольная. Вот. Что еще сказать? Там была атмосфера определенная. Да, мы все были олимпиадники. Все ходили на олимпиады. И мало того, что на олимпиады, там, ну, как положено, там, в МГУ, там, математически. Мы ходили на все районные олимпиады. Все учителя, которые там были, почти все учителя, которые там были, они пользовались тем, что собрались довольно развитые дети. Допустим, школа, где я до этого учился, районная, там, в Лефортово. Там было, может быть, из 35 человек, может быть, было там 6-7 хорошистов и отличников. Вот эти хорошистые отличники получали свои четверки и пятерки по факту того, что они делали домашнее задание. Если ты прочитал в книжке, там, ну, не знаю, по истории, что там в этой книжке написано, и смог потом пересказать, что тоже, вы сами понимаете, не каждый им тоже может, но вот те, кто могли пересказать, это уже была твердая пятерка. И тут мы попадаем в школу, где, собственно, мы туда ради математики, там, физики, ну, так вот. И вдруг выясняется, что каждый может пересказать, это не вопрос. Тогда учителя начинают из нас чего-то большего вытряхивать. Ну, естественно, ну, конечно, им нужно, да, то есть. Вот, и, да, и учителя, естественно, хотят, чтобы мы ходили на олимпиады, потому что, районные, потому что это, как бы, лицо школы, это лицо, там, ну, преподаватель тоже, вот, все. И вот я помню, у меня этих премий, грамот с разных олимпиад было какое-то невероятное количество, потому что каждый раз куда-то идешь, там, и какую-то те грамоту дают. Да, мы, безусловно, ходили на олимпиады в МГУ. Московская городская математическая олимпиада имела статус республиканской. То есть, вот, допустим, есть там Украина, Белоруссия, там, Казахстан, да, а вот Московская имела такой же статус. То есть, с нее, с нее шли сразу на, самое, сразу на всесоюзную, там, потом международную и так далее. Вот, с разным успехом мы туда ходили. В физтех мы ходили на олимпиаду, там была своя, ходили в МГУ. Что еще интересного? Да, еще интересным был у нас преподаватель физкультуры. Такой дяденька был, он по национальности, по-моему, перс был, да, иранец. Звали его Джеймис Владимирович, такое неожиданное сочетание. Джеймис Владимирович Ахмеди. Джеймис Владимирович любил, как сказать, баскетбол. Что-то он так любил баскетбол, я не знаю там. И дети, которые там просто жили, вот местные, которые учились в этой школе, они, начиная там с младших классов, они там ходили по секциям разным, вот в частности вот баскетбольным. И 57-я школа по Москве, по городу, значит, по баскетболу, там чуть ли не во всех возрастах, там по мальчикам, по девочкам, она, если не была первая, то была там вторая, там или третья. То есть баскетбол, это была такая, даже не знаю, хочется сказать obsession. Вот страсть такая была в школы, все кидали этот мячик. И у нас класс был разбит на четыре команды, две мальчиковые. То есть первая, вторая, третья мальчиковые, одна девчащая. У нас было много девочек в классе, обычно так, три бывает, у нас было аж семь. Вот, и вот они так были в одной команде. Значит, третья мальчиковая играла с девичьей, а, значит, первая, вторая мальчиковые играли друг с другом. Вот я был во второй мальчиковой, хоть и здоровенный был лоб, но не был такой прямо вот, как сказать, баскетболист. Хотя мы иногда выигрывали во первой, редко. И вот баскетбол, значит, опять в нарушение всех там этих правил, которые там были в этих РАНО или там в системе народного образования, все уроки мы играли в баскетбол. Иногда для порядка нужно было что-то там, какие-то, видимо, формальные мероприятия, то есть мы должны были там перепрыгнуть через веревочку, какие-то нормативы мы сдавали. Или что-то мы там еще делали, я не помню, подтягивались. Ну, в основном мы играли в баскетбол, я поэтому не сильно помню, что мы там еще делали. И поскольку до бассейна Москва там было, ну, если так пешком пройтись, то минуты 3-4, то мы еще вот плавали в бассейне Москва, даже не столько там мы учились плавать или что-то делали, сколько мы нормативы все время сдавали. Ну, не все время, но вот было время. Какие-то мы сдавали нормативы по плаванию. Но баскетбол, это была часть атмосферы школьной. Вот почему-то вот все бежали на уроки физкультуры. Вот вы не можете себе представить, как все бежали на уроки физкультуры. И учителя, которые там были у нас, они говорили, боже, вот там сколько работаю учителем, никогда не видел, чтобы все так летели на физкультуру. Но это было правда. Действительно там так было. И вот эта атмосфера, как бы, такой вот жизни, немножко так вне системы, она придавала такой, как бы, колорит этому, какой-то налет такой, как сейчас принято говорить, эксклюзивного. И вот такое братство как бы рождалось. И с тех пор я могу сказать, что все-таки прошло много лет, уже 43 года, как я закончил школу. И за это время в разных обстоятельствах, в разных городах и странах нам попадались, встречались там по жизни люди, которые учились в 57-й школе. И я был четвертым набором, значит, я пришел в 71-м году, и это был четвертый набор в 57-ю школу. А потом я там уже немножко преподавал, и вы видели, ребята, да, которые меня преподавали. Вот Олег Хаид, который сейчас преподаватель математики в Москве, такой бородатель прижал, я его показывал. Я вам показывал Марину Бялек, брат, который учился в том же классе, где и Олег Хаид, и так далее. То есть у нас много таких вот связей, тоненьких, толстеньких, зацепочек. И когда мы натыкаемся друг на друга где-то по жизни, то, в общем-то, это приятно, это здорово. И я даже не говорю о том, что ребята, с которыми мы в одном классе учились или на одном потоке учились, это очень тесная такая связь энергетическая. Я бы сказал, не то, что мы много общаемся, но если где-то нужно помочь, если где-то нужно встретить, если где-то нужно там, есть возможность такая, не то, что нужно, но есть возможность там потусоваться и так далее. Это первый приоритет, мы все остальные дела откладываем и бежим, как сумасшедшие там туда. И я как-то показывал, ну это надо быть очень серьезным фанатом нашего канала, чтобы помнить. Ну вот я показывал, как мы были на дне рождения, два года назад, у нашего товарища. Он тоже учился в 57-й школе, но на два года раньше закончил. Мы с ним по школе разошлись, но мы по институте связи встретились. И вот мы были у него на 60-летие, и там приезжала девочка, она в параллельном классе была, физическом. И мы дружили, в походы вместе ходили и так далее. Вот она там приезжала, я как раз ее показывал, что вот это была моя, можно сказать, первая симпатия. Вот, но она мне не уделяла достаточно внимания, интерес не проявляла. Вот, так вот и не получилось ничего. Зато у меня теперь есть света. Так вот, к чему я рассказываю, что мы все время где-то пересекаемся. Ее муж тоже учился в 57-й школе на год старше. Где-то мы вот существуем в этом пространстве. И иногда так, ну, человек попадается, смотрит, а, вот этот, все понятно, это из нашей школы. Так вот, что-то в этом есть. Прошло 40 лет с лишним, и школа, 57-я школа, как бы стала, может быть, еще сильнее в том смысле, что как-то у них преподавательский состав и способность делать какие-то вещи, которые раньше они не могли никак делать в силу того, что система не позволяла. И классы разные у них появились там и так далее. Оттуда вышло много ученых. Я помню, был паренек, вот, на год старше нас учился, он академик, он уже лет 10 как академик, если не больше, физик. Поэтому там много-много было народа всякого, которые там доросли до уровня, там, докторов, наук. Наверное, было бы больше, если бы вот система не рухнула в тот самый момент. Наверное, было бы больше. Просто я знаю, что многие, кто-то банкиром стал, кто-то ушел в какой-то бизнес, понятный или непонятный, и там как-то по-разному жизнь сложилась, и, ребят, вот, но, во всяком случае, это было некоторое явление, и сейчас это явление, вот. А то, что там, то, что там какой-то педагог себе позволял что-то непозволительное, и, может быть, там были люди, которые должны были его пресечь, но не пресекли, это в значительной степени, вот, я думаю, результатом является вот это и вот, вот этого ощущения, вот той самой эксклюзивности, вот мы, ну, мы не как все, но вот мы, у нас есть специальные, у нас наши правила игры, может быть, не такие правила игры. Или, если я сейчас пойду и настучу, то рухнет вот это такое большое, хорошее, доброе дело, оно просто рухнет вот из-за этого, и что ж тогда будет? Ну, вот, я не знаю, мне трудно это все объяснять, это, как бы, другой мир и так далее. Пусть они там, кому положено, разбираются с этим, вот, но поскольку был вопрос такой-то, расскажите о школе. Вот я рассказываю о школе. Наверное, наверное, вот и все. То есть можно было бы гораздо больше всякого порассказывать, но можно рассказывать об учителях, там были, были очень интересные люди, вот. И у нас была потрясающая классная руководительница Серафима Зиновьевна, она была преподавателем химии. Мечтала о научной карьере, но началась война, и она пошла, она пошла с зенитчицей под Москвой стояла, вот. А потом стала учителем, и, в общем, как она, говорит, никогда в жизни не жалела об этом. И потрясающий совершенно человек, ей сейчас 94 года, по-моему. Вот у нас один из наших зрителей оказался ее внуком, и нас свел, я дал телефон, я позвонил Серафиме Зиновьевне, она жива, она читает, я как бы, я спросил, вы можете читать, она говорит, да, я говорит, плохо сплю, я много читаю, я ей послал книжку в Москву, которую я написал. Она меня помнит еще с тех пор, знаете как, тоже. И это было очень трогательно. Все, что связано с 57-й школой, для нас, тех, кто там учился, это очень трогательно. Наверное, для такого рассказа было бы правильно какие-нибудь фотки старые вытащить, и так вот их показывать, но, к сожалению, у меня нет много фоток. И даже если есть какие-то, я, честно говоря, должен почесать репу, чтобы их найти. Не помню, были, были, конечно, и стройотряда были, и в школе там какие-то были, и когда я там преподавал тоже, какие-то были, ну, немножко, немножко. В общем, такая вот история. Давно дело было, но такое ощущение, что как вчера. Я вижу лица, я вижу коридоры, там этих пионеров, бегающих, да. Там были, там даже юмор был специфический. Типа вот, ну, если кто математику там изучал, вот, и помнит что-то. Но кто не помнит, вот, вам объяснят. Значит, например, такие говорят, почему линия партии прямая? Такой аполитичный юмор был. Почему линия партии прямая? Говорит, потому что каждая точка, точка перегиба. Вот. А другой был тоже похожий, говорит, а почему линия партии похожа на синусоиду? Говорит, потому что каждый съезд поворотный. Вот так вот они, можно сказать, дети шутили. По-доброму, по-доброму. Вот такая вот история. Ладно, ребят, я с вами прощаюсь. И считаю, что интерес к 57-й школе на том уровне, на котором я мог, я удовлетворил. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова